В честь Дня Тигра на Приморской сцене Мариинского театра прошло торжественное мероприятие. В нем приняли участие министр юстиции Российской Федерации Константин Чученко, который поздравил присутствующих от имени главы государства и вручил федеральные награды, и первый вице-губернатор, председатель правительства края Вера Щербина. Во время приветственного слова она подчеркнула, что в регионе численность Тигра растет. Сейчас насчитывается более 600 особей. В Приморье созданы 12 региональных и 10 федеральных особо охраняем природных территорий. Их общая площадь 18% от территории края. По нашей инициативе за три года на три года закрыта охота на кабана. Это основной объект охоты для тигров. Ужесточена ответственность за добычу тигров. Усилен контроль за оборотом деревянных на границе. Для сохранения популяции тигров проводятся эффективные охранные мероприятия. Охотнадзору выделяют десятки единиц различной техники и оборудования. Именно поэтому в крае сведены к минимуму факты гибели тигров от рук браконьеров. В свою очередь центр «Амурский тигр» построил опорные кордоны, офис и общежитие охотнадзора. Также ведется строительство реабилитационного центра «Амурского тигра». Среда питания тигра – это лес. Поэтому наш особый приоритет – сохранение лесов, в том числе и как кормовой базы, как животных и крупных хищников. По инициативе краевых лесников и с помощью с Вашей, Константин Антонович, мы сделали невозможной нелегальную заготовку кедрового ореха. Это, конечно, было сложно. Мы готовили нормативную правовую базу, и Вы нас поддержали. В текущем году достигнут исторический минимум по лесным пожарам, как результат запрета неконтролируемых поджигов. Также сведенены к историческому минимуму незаконные рубки леса. В торжественной обстановке Вера Щербина вручила почетную грамоту и благодарности губернатора Приморья сотрудникам сферы лесного хозяйства и охраны объектов животного мира края. Напомним, проведение Дня тигра направлено на привлечение общественного внимания к сохранению полосатого хищника и бережного отношения к окружающей среде.